Поехали. Имя, фамилия? Харлама Улина Васильевна. Родилась Владимирской области, Камешковский район, Давыдовский сельсовет, деревня Хохлова. 14 февраля. 1930, ну вот, третий год. Ну всё, я смазала. Нет, всё, всё хорошо. Всё хорошо, не переживайте. Так, ну, что я могу сказать, что детство было у нас, конечно, нелёгкое. Как раз началась наша война, которая заставила нас много-много пережить. С 9 лет ходили, трудились на полях, на каких ещё делах. Учёба так шла более-менее. Но всё-таки учились. учились, не доедали. ну, что хочу сказать. и всё-таки дожили мы до комфортной жизни. Сейчас нам живётся комфортно, потому что, потому что мы всё-таки заработали себе пенсию, довольно-таки приличную по сравнению с некоторыми. и живём сейчас очень комфортно вот в нашем доме, в котором мы живём. Благодаря заботе наших, конечно, руководителей дома, обслуживающего персонала нашего. Вот так, мои хорошие, я уже не знаю, чего говорить. Как вы вот узнали в начале войны? Ой, как узнали. Ну, будучи, когда мы там были-то 9 лет, наверное, мы какие деревни-то были все плохухонькие, вдруг объявили война, началась война. Бегаемся, кричим, война, война. В школу нас не пускают родители, отцов у нас всех забрали. Тут же в первый год забрали. И остались мы с мамашечками своими. Ходили по полям, собирали картошечку какую-то, гнилую, отмывали её, пекли лепёшки, трудились также с родителями, ходили, картошечку эту сажали. Она копает, я бросаю. А чё там было-то? Десятый год был, конечно. Потом ходили, искали себе какую-то травку, чтобы покушать. Вот так мы и прожили все эти четыре года, когда наши родители начали возвращаться. Кто-то вернулся, кто-то нет. Ну и, конечно, папочка вернулся раненым. Главное, живое. Чучу-чучу. Главное, живем. Главное, живем. Главное, живем, деточки. Верили вы в Бога вот в этой войне? Мы, конечно, всегда верили, девочки. У нас маленьких ещё. У нас вот церковь была за 6 километров, и наши мамочки, конечно, водили нас в эту церковь. Мы маленькие, какие-то неухоженные, не одетые, как надо. придем за 6 километров, а ходили рано, надо прийти к 7, наверное, часам, пока мы встанем, придем, мы там сядем где-то в уголочке и сидим. Мама-то молится, а мы, конечно, сидим. Потом бежим домой, радуемся, в церковь были. Чего-то нам покушать дадут получше. Какой-то вроде бы праздник, это ведь по праздникам только ходили в церковь. Ну и по сей день я, конечно, в Бога верю, девочки уж. Как он там нас примет, есть он или нет, но, да. Какое событие запомнилось вам как самое радостное, самое яркое с детства, с тех времен? Когда закончилась война, мы тоже так же бегали и кричали. Ой, как кричали! Народились в какие-то платишки свои, которые нам пошили наши бабушки. Бабушки уж не матери, а бабушки шили из каких-то платков чего-то поношили. И так же бегали и радовались. Вот еще. Ну а потом, конечно, какая радость, когда родились наши детки. Сын у меня один, конечно. Вот. Это радость моя. Сейчас у меня уже и внук есть, и сын, но еще правнуков нет, конечно. Что-то никак. Что-то никак. Ну ничего, еще будут. Еще будут, да. Вы это все запишите, что ли? Уж не пишите все. Все не пишите. Вот. Какие вот фильмы о войне вы смотрите? Какие вам больше все нравится? Вы знаете, девочки, уже возраст не тот, и уже про войну. Вот вчера целый день это война, и после этого можно не спать всю ночь. понимаете, это тяжелое дело, конечно. Какие мы были жалкие, и что нам вчера показывали эти фильмы, куда ни посмотришь, что не включишь, все война. Все война, все переживания. Вроде сейчас уж немножко успокоились, конечно, но вот после вчерашних передач опять как-то все вспоминается, такое жалкое, обидное, и все они нас не любят, конечно, и по сей день не любят все эти немцы. Вот недавно смотрели, пусть говорят, передачу, как нашего ребенка, там, органы все вынули, лечили, лечили. Вы, конечно, наверное, не смотрите, пусть говорят. Спородовай. Зачем мы к этим фрицам туда едем лечиться? Нечего к ним ездить, не нужны мы им никому, только так уж требуют нас. чего еще-то? Какой фильм или книгу вы посоветуете молодежи почитать? Книги у нас все военные. Ну, какая самая такая, передает по-настоящему то, что было без прикрас? Даже не знаю. все передают чего-то. Вот, посмотрите, у меня какая библиотека и все только военное. А что теперь уж, теперь только смотрим фильмы, а читать-то? Ну, а фильм какой? Какой фильм? Ну, вот, офицеры, конечно, посмотрели, офицеры посмотрели, да, хорошо. А как вы относились к Сталину? Вчера закончилась война, смотрим этот сериал, так, как переживали, какие трудности после войны, чего? Нет, Закадровали. А что вы хотели пожелать молодежи вот сейчас? Ой, детки, хочется вам пожелать только хорошего, хорошего и красивого, и чтобы вся молодежь была достойна нашей заботе, которую мы преподнесли им. Так ведь вот не получается этого. Понимаете, молодежь-то теперь какая послушаешь и колется, мы этого не знали. Мы не знали никакого, никакой безработицы, никаких мы не знали и бомжей. А теперь молодежь не хочет работать. но хотим, чтобы она достойной была нашим трудам, которые мы вложили в их. Правда, не вся, конечно, молодежь, не вся. Да. Да. Но желаем им хорошими быть. Вот так. Девочки мои хорошие. Спасибо.